Неотлаженность работы – вот, пожалуй, основная проблема взаимодействия 112 с экстренными службами. В этом убедились участники семинара, который впервые был собран после образования единой дежурно-диспетчерской службы. Сама система создана без изъянов. Виновник любых недочетов – исключительно человеческий фактор. Только обмениваясь опытом, со временем можно наладить беспрепятственную работу. Пока огромные минусы в области скорой помощи. Основные замечания идут в связи с тем, что на данный момент мы работаем в двух компьютерных системах, которые не интегрированы одна в другую. Мы введем карточку в системе 112, которая поступает с единой дежурно-диспетчерской службы района. И у нас идет оформление карты по системе 103. В ближайшее время планируется интеграция двух систем, что позволит не отвлекать диспетчера скорой помощи на выполнение двух задач одновременно. Четкая работа службы 112 сегодня только с полицией. Работа с операторами ЕДДС у нас проходит тесно. Возникающие вопросы решаются быстро, как с операторами, так и с руководствами ЕДДС. Ну, способствует работе данная система. Каких-то проблемных вопросов не возникает. Такие семинары теперь планируется проводить не реже, чем два раза в год. Совместные встречи способствуют улучшению работы единой дежурно-диспетчерской службы 112. Всем понравилось это совещание, как оно проводилось. Больше общения между службами. Указываем там нюансы какие-то. Есть положительные, есть отрицательные, чтобы можно было обсудить, как работать нам лучше в дальнейшем. 112 не стоит на месте. В этом году планируют ввести в свой список служб электросеть, теплосеть, водоканал, управляющую компанию ЖКХ и аварийно-диспетчерскую службу. Вскоре и по этим проблемам люди смогут беспрепятственно сообщать, набрав один легкий номер. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.